Добрый день, уважаемые зрители! Наверняка вы слышали, что 14 декабря 2018 года YouTube произвел массовую чистку списка подписчиков с целью выявления ботов. В данном случае это коснулось каналов, которые имеют большую популярность. Но, учитывая политику YouTube, что она намерена и дальше отслеживать тех, кто не смотрит канал, скорее всего это может расширяться и затронет каналы, которые менее популярны. Но чем чревато наличие ботов на канале? Почему такое происходит? Ну и как делать от себя возможное, чтобы на нашем канале было как можно меньше ботов? Давайте разберемся. Первый вопрос, чем же чревато наличие подписчиков ботов? Ну это очень неприятно, потому что YouTube может такому пользователю вынести предупреждение, а в некоторых случаях, если будет налицо просто явный факт мошенничества и накрутки за деньги, он может заблокировать канал и удалить пользователя. И тогда все, что нажито непосильным трудом, будет потеряно, так сказать. Но почему такое происходит? Один из факторов является эта подписка за деньги. Ну не секрет, что, наверное, многие пользователи YouTube хотят, чтобы на их канал подписывались, чтобы их ролики смотрели. Но пробиться под местом под солнцем далеко не всегда легко. Поэтому некоторые решаются влаживать денежные средства, чтобы люди подписывались за денежку на их канал. Например, на буксах, таких как SeoFast, есть задания, которые выполняют люди. На SeoFast в разделе «Лайки на YouTube» есть задания, целью которых подписаться на канал, поставить лайк и так далее. И здесь, возможно, в основном два варианта развития событий. Первый вариант – человек, который исключительно заинтересован получить денежку, соглашается на задания, подписывается, но не смотрит канал. Со временем число подписок у него растет. И чтобы он дальше мог удобно зарабатывать себе денежку, он периодически чистит этот список и отписывается на канал. Неприятно, конечно, какой человек, который имеет канал, теряет своих подписчиков. Но, с другой стороны, он теряет ботов, что тоже неплохо. Другая ситуация, когда такой человек подписывается на чей-то канал, но не удаляет этот аккаунт из числа подписок, но и не смотрит его. И таким образом может накопиться количество ботов. Ну и что, как бы, само по себе неприятно, получается, те деньги, которые человек потратил на задания для подписки, они просто, образно говоря, потрачены впустую. Они себя не отрабатывают. Как можно избежать этой ситуации, если вы все-таки твердо настроены, используя задания, цели и подписку на канал? Секрет здесь очень прост. Ваше видео должно быть интересным и полезным. А для создания такого контента необходимо затратить время, силы и творческие способности приложить. Тогда, возможно, человек, который подписался на ваш канал и зайдет на него, он сможет сказать, «Ух ты! А я и не знал, что такое канал есть на Ютубе. Наверное, буду и дальше его просматривать». И тогда деньги, потраченные на задание подписаться, не будут выброшены на веки. Если же видео, которое вылили на канал, оно состряпано тяп-ляп на скорую руку с целью легко забить контентом свой аккаунт, то, соответственно, и будет реакция зрителей. Я надеюсь, вам эта информация оказалась полезной. Мне также важно знать и ваше мнение о данном видеоролике. Пожалуйста, поставьте свою оценку ему искренне. Ну и до новых встреч на Ютубе! Успехов!